МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы расскажем о самом узнаваемом и самом совершенном цветке, созданном природой. Селекционеры любят его больше других цветов, а с его красотой может соперничать лишь его тонкий аромат. Нежные розовые, персиковые, желтые, лиловые соцветия – гимн красоте прошлого и настоящего. Мы расскажем вам о классической и элегантной, о традиционной и современной – о розе. Это Олбритон, неподалеку от Вулверхэмптона в Западной Англии. Просторные пастбища и тихие деревушки – обычные для сельской местности, но на окраине вы увидите нечто необычное. Сорок лет назад здесь появились испытательные поля и розовые плантации Дэвида Остина – одни из самых известных в мире розовых питомников. Вас очарует красота цветов, но прежде вы почувствуете их тонкий аромат. Сорта Дэвида Остина – предел мечтаний садовода и селекционера роз во всем мире. Сорок лет назад молодой человек, одержимый идеей вывести идеальный цветок, решил не останавливаться на достигнутом, и он продолжает работать по сей день. Человек этот – Дэвид Остин, цветовод, на чьем счету самые выдающиеся достижения в выращивании роз второй половины века. Эти новые розы Дэвид Остин назвал английскими. Это и понятно, ведь нигде в мире так не любят этот цветок. Свой первый культурный сорт Дэвид Остин назвал «Констанцией спрай» в честь автора книг по садоводству. Предка новой английской розы, древнюю розу, называли «Бель Айсис». Это был небольшой куст бледно-розовых цветов с множеством лепестков. Нежный и неприхотливый. Другим предком была роза «Дэнти Мэйд» – неженка. Роза с обильной листвой и единственным цветком золотистой сердцевины. Эти два родителя и дали жизнь прекрасной розе с невероятным ароматом. И хотя «Констанция спрай» цвела только раз в году, история английской розы началась именно с неё. Чтобы получить многократно цветущую розу, Дэвид Остин снова скрестил «Констанцию спрай» сортом «Мак Перкинс». Так появилась английская роза, цветущая несколько раз в году. В своём саду я выращиваю только античные розы и английские розы Дэвида Остина. Они такие же сильные и устойчивые к болезням, как и старые розы. Мне нравятся новые разноцветные сорта, цветущие всё лето, которые появились на рынке 50 лет назад. Меня завораживает форма цветка в виде чаши в сочетании с устойчивым ароматом древней розы. Роза принадлежит к семейству розоцветных, одному из самых известных и признанных цветочных семейств. Более 150 видов и буквально миллионы культурных сортов по-прежнему покоряют наши сердца. Роза появилась на Земле вместе с нами, а может быть, даже раньше. Но процесс эволюции её занял гораздо меньше времени. Самые первые дикие розы — простой цветок с пятью лепестками. Они росли в северном полушарии. В современной розе нелегко распознать её древнюю предшественницу, отчасти благодаря естественной мутации, а отчасти благодаря усилиям человека. В последние столетия, когда садоводы поняли, как надо скрещивать, роза менялась стремительно. Самым поразительным изменением последних лет стало появление английской розы Дэвида Остина. В конце 18 века в Англию привезли четыре китайских розы. Их в шутку называют «четырьмя китайскими жеребцами», потому что их появление круто изменило судьбу розы. Хотя в Китае уже тогда росли дикие розы, их популярность не могла сравниться с хризантемами и пионами. Китайцы ценили их, но не поклонялись им так, как европейцы. И несмотря на это, их появление взволновало запах. Они не были очень красивы, зато цвели несколько раз за сезон. Это было как раз то, что нужно. В это время в Англии и Франции все разводили розы. Скрещивать начали европейские и китайские розы, а также разные сорта китайской розы между собой. Так появились гибриды китайской розы. Портленд, Борбон, вечно цветущие гибриды и чайная роза. Ген одноразового цветения подавлял китайский ген многократного цветения. Методом проб и ошибок начали создавать многократно цветущую розу. Ближе к концу 19 века появились устойчивые вечно цветущие гибриды. В середине 19 века были очень популярны выставки цветов. Садоводы хотели вырастить идеальный цветок. У чайной розы нежное, заостренное соцветие. Она цвела несколько раз в году, но не была устойчива к болезням. Чтобы укрепить чайную розу, садоводы скрестили ее с гибридами вечно цветущих. Так появилась новая группа роз — чайные гибриды. Вскоре новый гибрид потеснил все остальные розы, в том числе и древнюю. Прекрасные в своей простоте, с сильным ароматом, они не выдержали конкуренции с яркой, многократно цветущей розой. В начале 50-х молодой фермер Дэвид Остин начал выводить новые сорта роз. Ему нравились мягкие цвета и чудесный аромат древних роз. Он хотел, чтобы его розы были форма и аромат древний, но чтобы при этом она многократно цвела, как современный чайный гибрид. Дэвид Остин показал свой первый цветок в 1961 году. Увы, он не цвел многократно, поэтому пришлось вновь скрещивать его с древней розой. Не подозревая об этом, он открыл целую эпоху выведения новых сортов роз. Первые культурные сорта английской розы появились в 1969 году. Не зная, захотят ли их выращивать, Дэвид Остин создает свой питомник в 1970 году. Остальное, как говорится, стало легендой. Сегодня существует более 120 культурных сортов английской розы. Все они отвечают строгим требованиям. Красивая форма, чистый цвет, жизнестойкость и сочный аромат. Это высокие стандарты, но новые английские розы им соответствуют. Это самый популярный современный сорт. Как говорится, мода идет по кругу. Вчера телезритель, а сегодня уже... Знаменитые опытные поля Дэвида Остина занимают 12 гектаров в Уолбрайтоне. Холмы залиты цветами и ароматами. Вокруг рядами розовые кусты, старые и молодые, большие и маленькие. Это мекка для любителей роз и садоводов. За год в питомнике срезают более 150 тысяч цветов, но лишь небольшая их часть превратится в сокровище Дэвида Остина, знаменитую английскую розу. А почему вы вообще стали заниматься розами? Вначале я не интересовался розами, я занимался селекцией трав. Я был фермером, выращивал сельскохозяйственные травы. А потом я увидел книгу Джорджа Баньярда. Вы ее знаете? Красивая книга. Это первая книга о старых розах. Там только 30 или 40 сортов. Сейчас их, по-моему, тысячи. Я увидел книгу и решил раздобыть и посадить эти розы. Ведь их можно скрестить с современной розой. У вас обширные планы по выведению новых сортов. Не секрет, что с момента первого скрещивания до появления нового сорта на рынке проходит немало времени. Расскажите поподробнее, как это делается. Преимущество профессионала в том, что у нас есть более 900 различных сортов роз. Есть из чего выбрать. Любителю сложнее. Но это их не останавливает. Широкий выбор не облегчает задачу. Вы скрестили родителей, высадили семена, но для дальнейшей селекции вы берете 8 тысяч саженцев из 120. Пять растений от каждого скрещивания высаживаются на опытном поле. За их развитием внимательно следят. Они должны быть устойчивы к засухе, иметь приятный аромат, хороший иммунитет и красивый цветок. Если сорт удовлетворяет всем условиям, число саженцев постепенно увеличивается. У сорта появляется шанс носить гордое имя Дэвида Остина. Если все идет по плану, процесс займет 8 лет. Вот как? Оптимистично звучит, учитывая, что мне уже 75. Вы знакомы с американцем Ральфом Мором? Его пример вселяет надежду, ведь ему за 90. И потом мой сын очень увлечен селекцией. Это не может не радовать. Я знаю, что у вас есть задумка вывести розу, которая не будет болеть. Мне не хотелось бы об этом распространяться. Пока все идет неплохо. Мы работаем с 8 сортами, дикими и культурными. Скрещиваем их 8 разными способами. То есть процесс не завершен? Ну да. У вас сейчас горячая пора, все цветет. Это большая проблема. Все приезжают посмотреть на розы, а мне некогда, я же занимаюсь селекцией. Все время выбираю, думаю, что скрестить в будущем. Вы ведь не всегда выводите для продажи. Да, это, например, может быть не самый красивый цветок, но очень устойчивый к болезням. Я правильно понял, что процесс селекции непрерывен? Да. А среди этих цветов вы выбирали саженцы для дальнейшей селекции? Это не лучшие экземпляры. Слегка подвяли. Эта роза должна виться, расти широким кустом, а не вытягиваться вверх. В старых розах мне нравится свет. Он отражается от лепестков, проникает между лепестками, поэтому они всегда разные. Редкое свойство. Маргаритка, например, никогда не меняется. Она всегда одна и та же. Лепестки старой розы живут недолго. Вывести такие лепестки сложнее, чем цветок. Могу лишь поблагодарить вас от лица всех садоводов и пожелать плодотворной работы. Буду стараться. Вы уже поняли, что я люблю розы Дэвида Остина. Это одна из лучших. Новый сорт Септес Айл. Остров Септес. Не знаю, о каком острове ведет речь. Розы растут хорошо на удобренной почве, поэтому добавьте органических удобрений, компоста, растительных удобрений, костной муки. И хотя сюда удобрения уже были добавлены, я еще присыплю. Сначала костной муки. Это источник фосфора. И еще навоза. Много, не мало. А еще я добавлю грибок для укрепления корней розы. Теперь им будет легче пережить засуху, что немаловажно для розы. Любая роза, будь то сорт Дэвида Остина или нет, перестанет расти без воды. Они, может, и не погибнут, но и расти не будут. У этого саженца хорошие корни. Видите, какие они крепкие? У них было достаточно кислорода, они сильные и белые. Так, пора сажать землю. Теперь вспомним, на какую глубину сажают розы. Надо, чтобы над корнями было сантиметров пять земли. Это укрепит цветок и даст место для роста корням. У этой розы трудно предсказать будущую форму куста. Она выращена в горшке. Когда вы ее пересадите в землю, форма куста поменяется. Видите, ростки с этой стороны. Я хочу, чтобы она не шла вверх, а укрепляла корни. Это поможет ей перезимовать. поэтому я их срежу. Выглядит жестоко, но так надо. А теперь поговорим о том, как правильно обрезать розу. Резать надо над узлом, то есть местом, откуда вылезет листок. Направление роста нового побега зависит от того, какой узел вы выберете. Если я обрежу над этим узлом, куст будет расти в этом направлении. Но я так не хочу. Я хочу, чтобы он рос в эту сторону. Поэтому я срезаю вот над этим листочком. и скоро здесь появится новый отросток. Видите, куст станет более симметричным. Я хорошо посадил розу. В удобренную землю, на солнце осталось только ее поливать. Этот куст вырастает до 90 сантиметров в высоту и до 60 в ширину. Это важно учитывать при планировке сада. Сдвоенные розовые лепестки этой розы имеют формы чаши с золотистым пыльником сердцевины. Тонкий мировый аромат напоминает первый знаменитый сорт Дэвида Остина Констанцию Спрай. Не забудьте о болезнях и насекомых. Розы к этому чувствительны. И хотя эта роза с хорошим иммунитетом, все будет зависеть от места, где вы сажаете. Поговорите с соседями-садоводами, поэкспериментируйте. У меня в саду растет роза Дэвида Остина Грэм Томас, роскошный желтый пуст. Теперь я с нетерпением буду ждать, когда рядом расцветет Септес Айл. Появление английской розы без ложной скромности можно назвать революцией в садоводстве. Она взяла лучшие от обоих родителей. Чарующая форма цветка, обилие лепестков, а самое главное аромат старой розы. Она стала эталоном розового куста. Надеюсь, вам она тоже понравилась. Я Стефан Уэскотт-Граттен. Не пропустите следующий выпуск передачи «Цветочные истории». «Цветочные истории». Субтитры сделал DimaTorzok